Многие воспитанники аэроклуба хорошо сдавали нормы ГТО. Готов к труду и обороне. В Чувашии планируют возродить спортивный комплекс упражнений. Правда, на смену забытым в советские времена нормативам придут новые стандарты. Специалисты их уже разработали. Республике предстоит опробировать данный комплекс в действии. Подробности в следующем материале. Новый комплекс упражнений одними из первых опробуют на себе школьники. Условно его поделили на два этапа. На первой ступени ученики пятых и шестых классов, на второй, седьмых и восьмых. От советского ГТО новые стандарты будут отличаться. Бег, прыжки в длину, подтягивания. Возможно, что в программу включат и стрельбу из винтовки. Всю тяжесть физических нагрузок школьники испытают уже в апреле этого года. На работу республики будут ориентироваться и другие регионы. Новый комплекс должен стать стимулом для любителей спорта. Прошу вас уделить самое пристальное внимание этому. От того, как мы сможем это сделать, многое зависит и от дальнейшей судьбы, вернее, так скажем, о наполнении этого комплекса на российском уровне. В соответствии с федеральной стратегией, количество приверженцев здорового образа жизни в России должно увеличиться в два раза. Но перед спортивным сообществом стоят и другие, не менее важные задачи. В республике каждый второй школьник должен посещать спортивные секции. Правда, достичь этого показателя будет не так-то и просто. В 2013 году мы ориентировались на увеличение 8-10% количества занимающихся в спортивных школах. По итогу вышли 1%. Это при том, что вложено огромное средство, как в укрепление материально-технической базы. Увеличение зарплаты у нас произошло за год, за 2012 год, фактически в два раза. Что ж, работать еще есть над чем. Причем в республике сейчас планируют увеличить и количество базовых видов спорта. В список прибавится три дисциплины – самбо, триатлон и фристайл. Ольга Пырочкина, Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов, Республика.